Я на кофту. На кофту, говорю. Как павлин. Как павлин, да. Так, сейчас и Алиса наденет свое платье. Алисочка, Алисенька, все хорошо. Все хорошо. Алиска, Алисочка. Смотри, Настя в таком, видишь? И Настя надела платьице, и Алиса. Все, Алиса одевается обратно, сейчас пойдем кушать. Мы присели в капушке, купили Алиске вот такую пюрешку с кроликом, но она, оказывается, ее есть. Пюре с кроликом. Настя уже пытается и мультики включить. После ушел в туалет, бабушка вообще потерялась. Мы вообще не знаем, где она. То есть она обещала ждать здесь, ее здесь нет. Она где-то была с Алискими коляской, с вещами. И вообще просто пропала. Так что пока что пытаемся покормить девочку. И ждем, что найдется бабушка. Нашла я бабушку, где-то она тут пристроилась. Кого? Обувь. Обувь? Сейчас посмотрит, пошли она Алису кормит. И там еще на полутипы. Тут столько всего можно смотреть, что целый день гулять можно. Наша очередь кушать. И мы нашли такую вареничную. Тут можно выбрать блинчики или вареники. Самому причем. Ложками берешь и сам накладываешь. Интересненько. Ты будешь вареники? Я поделюсь. Вареники? Я не знаю, надо попробовать. Они слишком. О, бог ты мой. Здесь людей как муравьев. Просто очень-очень много. Стоят всякие столики. И кто где хочет, покупает еду. Не обязательно там, где мы купили. Здесь такой целый ряд, где можно взять еду совершенно разную и садятся кто куда хочет. Для меня это, конечно, очень удивительно, потому что Черкасса у нас маленькая. И таких больших торговых центров у нас нет. Я взяла себе два вареника с картошкой и два блинчика. Костя тоже практически то же самое. Настя взяла с вишнями. А бабушка целая сортина. И винегрет, и какие-то грибочки, и сырники. Я хочу еще салатик вот в этой салатейра. Такой красивый там декор новогодний. Посмотрите. Смотрите, здесь как прикольно. Все ингредиенты для салатов. И ты видишь, как тебе делают салат. Ну, мне это необычно. Но я в Черкассах такого не видела. Вот. И чтобы понять, какой салат хочешь заказать, есть стенды, на которые все написано. Мне дали какой-то пейджер и сказали, ожидайте, пока мы вас пригласим. Что с ним делать? Ожидать. Я понятия не имею, какой звуковой сигнал должен издать пейджер, когда будет готов мой салат. Может быть, то, что он мигает, это уже означает, что он готов. Мне дали просто огроменную тарелку с салатом. Не зря он стоит 100 гривен. Он огромный. Только близком, наверное, не надо, чтобы она не испугалась. Салат. Салат. Тарелку салат. Субтитры делал DimaTorzok 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 Тоже давит? Тоже давит? Знаете, что давит? Просто параномия, как бы не медленная. Поэтому такое ощущение... Ты еще поняли? Но те мягкие, те мягкие. Они потянутся, они ближе. В Техии, в принципе, пройду. Давайте пройдем. Покупать их просто, чтобы пройти? Тоже да, конечно. Пришли еще в один магазин. Там есть туфли, но на очень высоком каблоке. Ну, что делать? Будем мерить. Они, наверное, узкие просто спереди нас. Даже не пробуй, пошли дальше. Еще в одном магазине нашли балетки, которые совершенно не нравятся Насте. Точнее, бацанушки. Но у нас уже нет времени. Говорю, у нас уже нет времени искать еще. Поэтому, если сейчас подойдет, то будем покупать. Большие. Большие? Там, 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 где-то есть. А ну, встань. Может, ты подтянешь. Ну, просто если я после тебя буду носить, то лучше такие бери. Я же в те не влезу. Ну, она не хочет их носить. Ну, сейчас надо выйти там на подиум один раз. А в 39 я не влезу. Ну, не выпадешь. Говорили, что басанушки не было. Кому говорили? Ну, какая разница? Они же путают. Где мы возьмем туфли? Лучше, чем босиком. Мы больше ничего не нашли. Нормально? Мы с Настей изобрели в парк развлечений. Я такое только в фильмах видела. В жизни еще ни разу. Кошмар какой. Давай ты. Не, я одна не хочу. А что? Боишься? Ну, папа вряд ли с тобой поедет. То, что ты хочешь попрость? Она все хочет, только не сама. Я думаю, мы с Катей туда сходим и снимем видео. Вот там он еще в виртуальной реальности. Я смотрю, Синдекин театр. Везде походим просто. Стою, уговариваю Костю с Настей пойти покататься на этих американских горках. Костя уже вроде и не против. А Настя говорит, у меня голова болит. Страшно. Голова болит. Это стандартная женская маска на все случаи. Я просто больная. Ты просто боишься. Нет. Ну давай. На. Папу за руку возьми. Что тут подумаешь маленькие петелечки вонуть? Ладно, придется доставать козыри из рукавов. Настя, помнишь ты мне желание должно? Нет, ну мама. Ты обещала не отказываться. Нет. Стоп. Мы договаривались подписчики загадывать. Стоп. И ты из них выбирай. Стоп. Ты мне еще одно была должна желание. Вспоминай, да. Да. Да, мы договаривались. В смысле когда? Когда ты говорила, что Максы не захотят сниматься, им не понравится. Я поняла, что она забыла не считать. Нет, дорогая. Мне напомнили. Мне в комментариях напомнили. Не было срока. Так что это мое желание. И мы договаривались. Какое твое желание? Прокатиться с папой на вот этом. Хорошо, я прокачусь с папой завтра. Все. Нет. Ты не сказала, когда именно. Нет, Настя, нет. Сейчас. Ты не говорила такое. Настя, но мое желание лучше знаю, чего я хочу. Я хочу сейчас. Давай. Ты сформулировала неправильно. Настя. У меня Пашка сейчас не сказал. Тогда ты не исполняешь желание. Давайте таблеточку пойдем купим. Выпьешь и поедешь. Купи. Ну, пошли. Где тут аптека? Не, я не пойду. Где тут билеты продаются? Ну и сходи, узнай. У меня все прикоски расхлебаются. Не расхлебаются. Ну и что? Подумаешь по сцене пройтись? Давай я тебе тоже что-то желание. Ну так сначала проспорь. Пойдешь вместо меня? Проспорь сначала. Тогда буду выполнять. Все. Я их уговорила. Сейчас они тоже придут и сюда сядут. Хе-хе. Удачи. Мне кажется, что они боятся. Так, ну посмотрим. Они отправились. Боже, бедная Настя. Она же такая трясишка. Сейчас как начнет кричать. Пока что медленно он едет. Медленно поднимается. Но сейчас, наверное, скоро будет разгоняться. Вон, видите, да? Сейчас пойдет разгон резкий. Схмур. Слободово Настя уже орет. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Представляете какая там скорость? Сейчас меня будут убивать. Ну как оно было, как думаешь, я кричала? Ты кричала, я слышала. Да? Блин. Я знаю, там лужи под нашими краснолинами. Папа просто очень боялся. Да вообще спокойно выжила, а вот ты еле встала. Ну как? Нормально, ну такое, типа, оно страшно на долю секунды. Дальше опять не страшно. Ну ты страшно, ни какое же, ни страшно. Ну видишь, ты не растрепалась. А сколько стоит такое удовольствие? На человека? Да уж. Вообще дешево. Ой, кто-то проснулся. Да еще не пора. Маленький. А где сосочка? А вот не было. Она без соски заснула? Да, без соски. А ты не мыл те соски? Нет. А где они? Кармашки. Папа мечтает выспаться. А мы решили снять клип про Костю и Алису. Вот тут такое красивое дерево увидели, гляньте. Светится все. Я такого никогда не видела. А Алиса с папой смотрят шарики. А вот так снимается клип про папу с Алисой. Давай сюда, Коля. Мне кажется, это чересчур елки украшены. Какие-то фигурки, Кость, пугающие даже, да? Не знаю. Не знаю. А посмотри на вот там дерево где, голубые вот там. А? Голубые фигурки. Посмотри, что там. Там вообще какие-то русалки вон. А просто почему нельзя посимпатичнее женщин сделать? Ну да. Тут, конечно, королева красоты. Как-то пугает просто, понимаешь? Вот ребенок маленький посмотрит. Боже мой, здесь большая кукла. Посмотри. Это как будто, знаешь так, не видел, не видел, вдруг увидел, как выплыло. Тоже русалка какая-то. Жесть. Это, конечно, круто сделали. Я не ожидала такое увидеть. Ну вот такие вот фигурки лично мою фантазию пугают. Меня пугают. Вот. Как из триллера какого-то. Почему же, собственно, провалился наш первый показ? Потому что мы приехали в пол-одиннадцатого в ТРЦ. Мы даже не заехали домой, не переодеться, не покушать. Мы думали, мы не успеваем. Но на самом деле на сцену Настя с Алисой вышли аж в пол-четвертого. Мы просто не знали, что нас поставили настолько поздно. Но смысла уже уезжать оттуда не было. И мы ждали, что мы только не делали. Клипы снимали. Я кормила Алису этими пюрешками покупными, которые ей не очень нравились. Ну и в итоге к пол-четвертому она устала, хотела есть нормальную еду и поспать нормально. Поэтому капризничала. Когда вышли Настя с Алисой, на них все начали обращать внимание, потому что это действительно очень красиво смотрелось. Два одинаковых практически платья и Алиса такая махонькая. Люди обращали внимание. Но и тут пришлось еще очень долго ждать. Если бы вот она сразу вышла на сцену, как только они переоделись, может она бы еще нормально и прошла. Хотя у нее уже не было настроения особо. Но пришлось еще очень долго ждать. Тогда ходили девочки в одинаковых костюмах по сцене. Их было очень много. Это фирменные костюмы Lola Kids. Мы тоже должны были в таком идти, но на Алису его не успели пошить. Потому что нужен очень маленький и таких нет. Это надо индивидуально делать. Ну и пока мы ждали, очень долго мы старались Алису развлекать как могли. Костя ее и крутил, и вертел, и мультики ей включал. Кстати, платье очень помогло смотреть эти мультики. Мы просто сделали из него подставочку и она смотрела. В общем, она уже окончательно совершенно сильно устала. И мы уже понимали, что нормально она уже не пройдет. Настя сказала, мы пойдем с соской. Я говорила, ты что, соской идти на сцену это хуже всего? Настя говорит, нет, будет хуже, если она будет все время реветь. Поэтому пускай идет с соской. Мы решили, все будет на Насте на усмотрение. Ей все-таки идти с Алисой. И пускай уже будет соской. Это лучше, чем она будет действительно рыдать постоянно. Ну, я больше всего хотела посмотреть на Настю. Потому что она реально шикарно выглядела. И пошла так, как будто не первый раз вышла на сцену. Остановилась в нужном месте. Так ножку отставила по модельному. Я была удивлена. Мне очень понравилось смотреть на Настю. Получила кучу эстетического удовольствия. Даже несмотря на то, что Алиса плакала, Настя не растерялась. Дошла с ней до конца сцены. Присела, улыбнулась. Не знаю, может Насте надо было действительно идти в модели в свое время. Когда-то в три годика мы ее тоже водили по подиуму. Немножко. Но потом почему-то это дело забросили. Может быть надо было не забрасывать. Вон она какая высокая. И вполне годится в модели. Мама наехала на ногу вот этой тележкой. Я шла перед ней. Надо остановиться, посмотреть что там с ногой. Ну, в принципе, обувь смягчила, не так страшно ещё. Смотрите, какой снеговичок, какой прикольный шапки тут в витрине в одной стоит. Мы с бабушкой полчаса искали выход. Сначала туалет, потом нашли туалет, искали выход. И вот он, наконец-то. На улице уже темно. Даже не знаю, какое целостное мнение об этом дне сказать вам. Много событий, много интересного было. Очень красиво было Насте в платье. Понятно, что Алиса ещё ничего не понимает. Для неё в этом платье это только было мукой. Ходить ей не понравилось. Но зато я на Настю посмотрела в таком шикарном виде. Я довольна этим. Но, конечно, мы дико устали. Потому что мы приехали в пол-одиннадцатого. А вышли Настя с Алисой, по-моему, в пол-четвёртого аж на сцену. Конечно, Алиса этого не выдержала. Она уже хотела и спать, и есть, и устала. И громкий шум, там, вот эта музыка. Если завтра будет так же у нас выход, там, на три часа, мы просто не боимся. Мы вышли, и Настя говорит, как здесь найти свою машину. Реально здесь настолько много машин стоит на стоянке. Это ради такого издеваться с ребёнком, стоило ехать. Навигатор нам показал, что ехать до дому 40 минут. Вот так, что можно попытаться уложиться и поспать. И это без пробок 40 минут, если там ещё пробки будут. Это лавина мол, она вообще очень далеко от дома настигать. А что это за игра? Новая какая-то была. Типа на перегонки? Нет, тогда окрашивают человечков в соте. Другие тоже окрашивают в соте. А что красит? Если у них будет больше человечков, то они тебя сожрут. А что красят? Или ты кнопкой какой-то? Ну, просто так догоняешь. Прикольно. А, то есть это онлайн игра? Я не знаю, наверное, нет. Это компьютер, но всё равно интересно. Не, ну если другие тоже бегут. У меня сейчас едешь 40, а у других сейчас 43-44. Ну, так это онлайн игра, а другие тоже играют. Ну, скорее всего, нет, потому что я играю сейчас без интернета. А онлайн только с интернета. А как ты видишь, на каком-то месте? Видишь корона? Вот, сейчас я их поживу. Ты думаешь, их меньше? Да, меньше. 66. Вот, 45 у нас и все. Видите? Видишь, они все не стали окрашиваться по чуть-чуть. А я их догоняю. Всё, сейчас все будут сидеть. Капец. Ты всех сожрала. А теперь у меня 217. Это уже армия. Туча. Я хочу увидеть, чем это закончится. 40 секунд игры осталось. А, ну ещё и на время. Вот, там ещё 43. Походу ты всех обыграла. Не, у меня всё 209, а у меня 300. А если меня обходят, мне понятно. То есть, я за это время надо ещё найти. Я подошла. Или... Все, я непобедима, у меня 450. Здесь ещё вот такие беленькие, они нечаянные. Прикольная толпа людей бежит такая. Ага. И это всего лишь 450 человек, да? Блин, там у кого-то больше, чем у меня уже. Настя, это всего лишь 450 человек, вот такая толпа. Да, а у кого-то уже 540. А представь, сколько у нас подписчиков. У нас, знаешь, какая армия. Мы уже у девочек дома, занесли компьютер. Я собралась уже влог для вас монтировать. А Кати всё ещё нет, 8 часов вечера. Настя сидит, набирает себе ванну. Уже, по-моему, много воды. Греешься? Да, мне тоже холодно, я включила обогреватель. Позвони Кате, пожалуйста, спроси, когда она будет. Я уже соскучилась, хочу её увидеть. Ай! А вот и Катя пришла и сразу Алису нашла. У Алисы уже хорошее настроение, она выспалась. Мы с Катей свою встречу... Привет! Свою встречу на видео не снимали, мы с ней поболтали полчасика. Катя, Катя, вы так назад можете упасть. Перевесит и всё. Поехали. А у папы не любят на плечах кататься, а у тебя ей понравилось. Да. А Катюха тортик купила нам. Да. И по киндеру. По киндеру, представляете, после того, как мы с Настей распаковали столько штук. Я подумала, что тебе маленький можно. Да не, она и так сегодня сладкого наелась. Это папа там, Алисочка, жужжит. Боится. Поехали. 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 Поехали.